В этот день, 23 декабря, РДС. Николай Эссен, адмирал, командующий Балтийским флотом. Владимир Немирович Данченко, театральный педагог, режиссер. Сергей Урусевский, выдающий советский кинооператор. Однажды советский оператор Урусевский был в гостях у знакомого художника Пикассо. Поставил ему новый фильм «Летят журавли». Мэтр смотрел, не отрываясь, но и не выказывая никаких эмоций. Наконец, с титрами буквально закричал. «За последние сто лет я не видел ничего подобного». Урусевский явление не только российского, советского кино, но и мирового. Он одним из первых свою профессию оператора сравнял с искусством художника. Урусевский и получил образование художника. Учился у Фаворского, знаменитого Родченко. До последних своих дней много писал красками. Он и мыслил себя в кино как художника. Художник един во всем, что он делает. Через полотно холста или полотно экрана он выражает свои идеи и мысли. Сергей Павлович начинал как пятый ассистент оператора. Таскал штативы. Самостоятельность снимать ему дали только в 41-м году. Это была комедия «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». А уже в 1947 году была прорывная сельская учительница. Как играли блики, свет на лицах героев это запомнилось многим. А уж когда в кино пришел цвет, тут Урусевский раскрылся художником экрана в полной мере. Поразительный синий в фильме 41-й. Акварельная легкость влетят шуравлей. Для этих съемок Урусевский имитался с многопутовой камерой в руках и изобрел специальные круговые операторские рельсы. Знаменитый актер Баталов позже скажет. «До сих пор я с благодарностью вспоминаю Сергея Урусевского. Его нет с нами давно, но он был для меня не просто единомышленником. Я в каком-то смысле его порождение». В этот день, 23 декабря 1714 года, государь Петр I сдал указ о запрещении лицам, состоящим на службе, брать посулы и подряды. Не первый и не последний раз законодательно запрещали взятки. 23 декабря 1721 года сенат и сенот признали за женой Петра I Екатерины Алексеевны титул императрицы. Так как его величество титулуются император и самодержец всероссийский, то как бы с этим титулом согласить титул и государь не царицы, и детей его величества? Рассуждали долго и согласились именовать ее величество императрицею и цесаревою. Это постановление сената в декабре 1721 года не было пустой формальностью. Событие было историческое. Прежде только злополучная Марина Мнижек прошла в Москве через коронацию. Венчались на царство только мужчины, но не их жены. А тут такая честь для супруга Петра Великого. Это, конечно, неспроста. Вся ее внешность не производила выгодного впечатления. Стоило на нее взглянуть, чтобы тотчас заметить, что она была низкого происхождения. Так отзывалась о спутнице русского царя одна немецкая графиня. Еще бы, первое ее имя было не Екатерина, а Марта. Марта Скавронская была простой прачкой до того, как приглянулась Петру Великому. Потому многие аристократы смотрели на нее свысока. Пришлось ее мужу позаботиться, чтобы спустя 9 лет после свадьбы выбить из сената для жены титул императрицы. А еще спустя два года провести на редкость пышную коронацию для нее одной. Все это имело далеко идущие важные последствия. После смерти Петра Екатерина I утвердилась на троне. И потом весь 18 век женщина-правительница в России уже никого не удивляла. 23 декабря 1917 года композитор Сергей Рахманинов с семьей выехал на гастроли в Стокгольм. Он рассчитывал на скорое возвращение на родину, но этого так и не произошло. 23 декабря 1979 года в самом начале войны в Афганистане советские войска вошли в его столицу Кабул. В Москве никто не рассчитывал, что ввод войск в соседний Афганистан обернется крупными проблемами. В планах было только помочь единомышленникам и свернуть действующего правителя Амина. 23 декабря в Кабул был тайно переброшен отряд спецназа «Гром». 25 числа утвержден план операции. 27 декабря начался штурм дворца Амина и еще восьми важнейших столичных объектов. Дворец заняли за 45 минут. А вся операция «Шторм-333» по завладению Кабула всего сутки. Но, увы, малой кровью обойтись не смогли. Афганистан ответил народным сопротивлением и десятью годами тяжелой войны. 23 декабря 1686 года после ссылки в Горьком в Москву вернулся знаменитый физик и диссидент Сахаров. Накануне новости о его фактическом помиловании сообщил ему по телефону лично генсек Горбачев. Таким был этот день 23 декабря. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова